Мой доклад будет посвящен задачам усреднения, на такой части дифференциальных уравнений. И прежде всего мне хочется вспомнить людей, которые стояли у истоков создания этой теории. Я имею в виду, прежде всего, теорию усреднения уравнений с частными производными. Это Николай Сергеевич Бахвалов, это Ольга Арсеньевна Олейник, Василий Васильевич Жиков, это большая школа украинская, украинских математиков, Марченко, Хруслав, это западные ученые, Леонс, Бен Сусан, Де Джорджи, Марчеллини, ну, очень большая школа, школа в основном это итальянцы и французы, ну, так или иначе, в любом математическом университете, в любом математическом институте или на факультете математическом всегда есть группа людей, которые занимаются теорией усреднения. Возникло оно, и, так сказать, ее возникновение обязано созданию новых материалов, теории композитов. Ну, я еще хочу упомянуть, конечно, Метропольского и Боголюбова, которые создали теорию для обыкновенных дифференциальных уравнений. Так вот, я буду рассказывать сейчас о последних своих работах вместе с моими учениками и коллегами. И, значит, посвящена эта тема, эта тема возникновению так называемого странного члена в усредненные задачи. То, что мы называем критическим случаем, случай критических значений параметров. Задачи обычно несколько параметров, по которым надо строить асимптотику. Другими словами, это еще и часть, так сказать, часть уравнений с частными производными, которые занимаются асимптотическим анализом. Есть малый параметр, он сейчас будет определен. И вот по этому малому параметру надо перейти к пределу и, так сказать, описать предельную функцию. То есть построить эффективную модель, если это возможно. Значит, я хочу прежде всего... Ну, вот я должна сказать это обязательно. Это совместные результаты с профессором Диасом из Мадридского университета и моим учеником Александром Подольским. Я пока пропущу несколько словесных слайдов и хочу просто сформулировать задачу, о которой пойдет речь. Значит, пусть n – размерность пространства больше либо равна трех, и омега – ограниченная область с липшицовой границей. Через омега-эпсилл с волной мы обозначим внутренность этой области, то есть множество точек, отстоящих из омега, отстоящих от границы на расстоянии больше, чем 2 эпсилл. Через Y обозначим единичный куб и G0 – это некоторая подобность, компактно лежащая в нашем кубе, звездная относительно некоторого шара – T0-РО. Я буду сейчас говорить о такой дисперсной среде. Значит, G0 – это роль, будет играть роль частицы. Мы будем изучать некоторый процесс, который изучается в области, во внешности этих частиц. Частицы расположены периодически вдоль нашей области с периодом эпсилл. А сами частицы имеют критический размер. То есть они будут у меня критические для той задачи, о которой я буду говорить, значительно меньше, чем период структуры. Значит, вот смотрите, нашу частицу G0 мы... Так, сейчас. Мы сжимаем, рассматриваем Аэпсилл G0. Аэпсилл коэффициент имеет вид C0 на эпсилл степени дельта. Дельта – это первый... Помимо эпсилла, это еще один параметр задачи. То есть, ну, например, если же 0 – это единичный шар, то это радиус. Эпсилл степени дельта характеризует радиус нашего шара, и дельта у меня больше единицы. Затем я вот эту область перемещаю на вектор Эпсилл G, где G – это вектор с целочисленными координатами, получаю такую периодически расположенную систему частиц. Каждая такая частица G, G, Эпсилл, она принадлежит своему кубу. Периодичность этот куб Y, G, Эпсилл получается из единичного куба сжатием и переносом его на вектор Эпсилл G. То есть, такая сетка, состоящая из кубов, у которых длина ребра равна Эпсилл. И в каждом таком кубике содержится частичка G, G, Эпсилл. Радиуса, считайте, АЭпсилл. Я специально ввела внутренность области, поскольку я буду брать только те вектора G, сдвиг на которые таков, что частица с номером G, вот этого вектора G, имеет непустое пересечение с внутренностью. То есть, мои частицы не выходят на внешнюю границу, то есть, на границу области Омега. Это чисто техническое предположение, но чтобы не наворачивать технику здесь, давайте будем рассматривать только те частицы, которые внутри лежат в нашей области Омега. Количество частиц, попавших в нашу область, порядка Эпсилл в степени минус N, то есть, их растет, если Эпсилл, теперь будет Эпсилл стремиться к нулю, и число их будет расти, вот как Эпсилл в степени минус N. Значит, Омега Эпсилл – это то, что мы называем перфорированной областью, или область, лежащая в Омега и лежащая вне наших частиц. Значит, Эпсилл – это граница всех частиц, попавших в нашу область. Вся граница области состоит из границ, из совокупности границ частиц, которые лежат в нашей области, и границы исходной области Омега. Значит, будем рассматривать цилиндр Ку-Тэпсилл, Декартова произведения Омега Эпсилл на временной интервал от нуля до Т большого. С-Тэпсилл – это боковая поверхность цилиндров, в основании которых лежит наша частичка. Значит, совокупность таких боковых поверхностей цилиндров. И гамма-Т – это боковая поверхность вот этого цилиндра, который образован Д-Омега, вложенный Декартов на интервал от нуля до Т. Ну, вот такая картинка, только у меня единственное здесь, они все крупные, да, но представьте себе, что кубик имеет размер с длина ребра Эпсилл, а частички, например, Эпсилл в кубе имеют диаметр, они очень маленькие. Ну, вот это просто картинка немножко крупная получилась. Теперь в нашем цилиндре Ку-Тэпсилл мы рассмотрим такую задачу. Я рассматриваю уравнение Пуассона, в которое Т входит как параметр. А на границе частиц сосредоточена динамическая часть этой задачи. То есть производная по Т умножается еще на некоторый коэффициент Эпсилл в степени минус гамма, производная по нормали, у нее это вектор внешней единичной нормали, граница. Сигма от Уэпсилл это нелинейная функция нашей задачи. Ж заданная функция. Задано условие, нулевое условие Дерехле на границе нашей области, омега и Эпсилл, то есть на Д омега, при всех значениях Т от 0 до Т большого. И задано начальное условие на частицы, когда Х лежит на Эсэпсилл. Вопрос, значит, вот давайте, так, значит, если, давайте представим себе, что у меня нет слагаемого, содержащего производную по Т. То есть есть просто уравнение Пуассона с нелинейным третьим краевым условием. Но Эпсилл в степени минус гамма, это коэффициент, он характеризует, как правило, коэффициент отцов. Такие задачи возникают в химической инженерии при проектировании химических реакторов. И вот, как правило, у меня будет гамма положительной, будет тоже иметь критическое значение. А вообще говоря, гамма может быть любым вещественным числом. Такие задачи, значит, откуда возникла вот эта задача? Она, ну, прежде всего, была задача просто уравнения Пуассона с нелинейным третьим краевым условием на границе частиц и с условием Дерихле на внешней границе. Ну, например, нулевую. В 1985 году появилась работа японского математика Кайсу. В которой он рассмотрел вот ровно эту задачу, только не с динамическим, производной ПТ у него не было. И он рассмотрел, значит, два параметра у нас. Это дельта, которые характеризуют диаметр нашей частицы. Эпсилл – это С0 на эпсилл степени дельта. И дельта больше единицы. Дельта может быть и равно единицы, просто у меня они будут, вот я буду сейчас говорить только о мелких частицах. И второй параметр – это гамма. Значит, вот в 1985 году вышла работа, довольно большая математика японская, где он рассмотрел эту задачу с нелинейным третьим краевым условием и рассмотрел все случаи, кроме одного. Он так честно и написал, что он не знает о симптотике в этом случае, когда дельта равно гамма и равно n на n-2. Такое критическое значение оказалось в этой задаче, у этих параметров. А вся плоскость параметров дельта и гамма, если мы изобразим эту плоскость, то здесь есть много частей, по-моему, штук 9, где у этой задачи разное синтетическое поведение. Во-первых, давайте отделим дельта равна единице, то есть когда диаметр наших частиц того же порядка, что период структуры. У меня эпсалон характеризует период структуры. Я ее сразу отделю, это значение. Второе значение – n на n-2. Это дельта тоже особая. Итак, в случае дельта равно гамма, равно n на n-2. Это точка на этой плоскости. Вот она. А дальше делится так. Значит, минус единицу. Вот еще этой прямой. И мы можем посчитать. Здесь, на этом отрезке, лежащем на этой прямой, проходящей через точку, минус 1, 1 и n минус 2, n минус 2. Это одно асимпатическое поведение. Когда дельта равно единице, другое. Когда, значит, вот 1, 2, 3. Вот это полуось значения, это 4 и так далее. То есть здесь множество вариантов разного асимпатического поведения решения этой задачи. Но вот эта точка осталась в его работе неизвестной. Он не построил, не получилось построить эффективную модель в случае этих значений параметров. С того времени довольно много, много утекло лет. И вот в 1995 году ученица Хруслова, Мария Гончаренко, рассмотрела случай, n равный 3. И когда наши частицы, это просто шарики, в данном случае размера радиуса ε в кубе. n равно 3, ε в кубе. Значит, период структуры ε, а шарики имеют радиус ε в кубе. Это была на полстранице такая заметка, где она написала, что в этом случае n равного 3, и в случае, когда частицы представляют из себя просто шарики маленького размера, именно ε в кубе, то при усреднении меняется характер нелинейности задачи. То есть вот нелинейность задачи 1 описывала функция σ, а в усредненной задаче при ε стремящемся к нулю строить эффективную модель, и там нелинейность описывается уже функция h, которая является, я напишу некоторые коэффициенты 1, решением функционального уравнения. Надо решить функциональное уравнение, найти из этого равенства h. Я еще не сказала, кстати, на условия на функцию σ, но я сейчас скажу чуть позже. И тогда вот эта функция входит в предельное уравнение, то есть в усредненное, которое имеет такой вид, другой коэффициент. Задача получается вот такого вида. Значит, вот это было впервые написано Е в 95-м году это уравнение. И только вот для n равного 3. Ну, затем я пересеклась на одной из конференций с Хрусловым, и он эту задачу как бы напомнил, что она стоит нерешенная. Ну, это было уже где-то конец 2000-х годов, 2009-10-й. Ну, с того момента мы стали этой задачей интересоваться. Где-то довольно быстро мы нашли способ, как для шаров, для любой размерности построить усредненную модель. И не только для уравнения, для оператора Лапласа, но и для нелинейного здесь может быть оператор, может быть оператор эллиптический стояний с довольно общего вида. Ну, оставалось... Да, значит, мы нашли, но только для шаров. И вот задача, которая... Потом этой задачей стали интересоваться испанские математики, там разные люди пытались ее решить. Она не поддавалась довольно долго. И только в 17-м году мы поняли, как решить для общей геометрии, когда геометрия частиц. То есть попытки перенести случай шаров на не-шары оказался здесь принципиально сложным, принципиально трудным. Теперь, почему я... Почему эти... У нас есть циклы работы, даже книжка вышла в 21-м году, относящаяся к этим задачам. Почему мы применяем слово странный? Ну, дело в том, что есть уже своя традиция в усреднении. Впервые странный член или странный стран-шорм было применено французскими математиками Чаранеско и Мюране. Написали в 92-м году большую статью, где ее озаглавили так, что возникновение... Странные члены, возникающие из ниоткуда. То есть вот задачи никакого, никаких таких неожиданных членов нет, она вот стоит, и вдруг в усредненном уравнении из ниоткуда появляются какие-то дополнительные слагаемые, ну, вот типа этого. Так, теперь... Ну, поэтому и в названии странный оператор фигурирует. У нас будет сейчас вот уже не локальный, как здесь вот оператор, можно рассмотреть, а некий нелокальный, нелинейный оператор. Теперь, теперь какие условия на функцию сигма мы будем допускать? Они продиктованы прикладными задачами. Дело в том, что вот как раз у химиков у них сигма – это Гюльдерова функция. Поэтому и мы будем предполагать, что ну, это относительно, вот я уже говорила, критическое значение. Так, относительно сигмы я буду предполагать, что это невзрастающая функция в нуле равная нулю и удовлетворяющая условию Гюльдера. В нуле она ведет себя Гюльдерова функция, а на бесконечности как липшица функция. Под решением я буду понимать сильное решение, то есть функцию вот из этого пространства, у которой производная лежит на границе частиц из Л2 0 до Л2 на С-эпсилон. Это будет так выполнено. И начальное условие выполнено для почти всех х на границе частиц. И удовлетворяющее интегральному тождеству. Такое довольно стандартное определение решения. Значит, итак, мы рассматриваем только вот этот случай, где стоит вопрос, да, для нашей задачи уже с динамическим краевым условием. Первое утверждение, которое всегда, как правило, всегда в теории усреднения важно, получить равномерные по эпсилон оценки решения исходной задачи. Значит, здесь в правой части стоит некоторая константа, которая определяется данными задачи. и не зависит она от эпсилона. Значит, первое, здесь две оценки, первое, не требующее условие, то есть для ее вывода не нужна гюльдеровость функции, а вот нужна только монотонность, а для второй здесь учитывается и гюльдерс, показатель альфа учитывается. Второй важный момент наличие оператора продолжения. дело в том, что каждая из функций у эпсилона задана на своей области, а мне нужно перейти к пределу какого-то пространства, поэтому техника такова, что продолжают эту функцию, строит оператор продолжения с перфорированной области на область омега. Вот, оказывается, можно его построить, линейный оператор такой построить, который бы удовлетворял вот этим оценкам. Первая оценка, она более-менее непонятная, только я здесь константу забыла. А вот вторая, что градиент оценивает градиент, это более тонкая оценка, но тоже возможно это сделать, оценить градиент через градиент. Тогда из теоремы 1 и свойства оператора продолжения мы получаем, что вся наша последовательность по эпсилону содержится в шаре в Гильбертовом пространстве и следовательно по подпоследовательности есть слабая сходимость, некоторая функция 0. Основная задача усреднения описать, что такое 0, какой задачей эта функция удовлетворяет, то есть построить другими словами эффективную или усредненную модель. Теперь давайте для того, чтобы я могла сформулировать основной результат, я сейчас введу тот оператор, который заявлен в названии доклада. Давайте введем такой оператор, я его обозначила через H, из L2 в L2. Определяет он следующим образом. Для любой функции φ из L2 вот его запись, где лянда G0 это емкость гармоническая, нашей частицы уже только растянутая на Т-Апсилоне зависит G0. А W с волной это вот функция, еще одна функция, которая подобна емкости, только связанной с нашей нелинейной задачей. Значит, W с волной φ решение следующей задачи. Надо найти, надо рассмотреть внешность нашей частицы, внешность частицы, найти такую гармоническую функцию во внешности, удовлетворяющую вот этим написанным здесь динамическим краевым условием. Задача не задерживается никаких параметров, кроме Х. В эту задачу Х входит как параметр для почти всех Х из области омега. К от Y это функция, описывающая, через которую определяется емкость, наша гармоническая емкость G0. И вот эта задача и стоит в определении нашего оператора H. Вот этот оператор войдет в усредненную модель. вот здесь напоминание емкости. А теперь для того, чтобы доказать основную теорему усреднения, нужно было исследовать свойства решения внешней задачи, определение, что понимается под решением этой задачи. Задача поднимается из такого довольно-таки классического класса функция с конечным интегралом Дерехле. Для нее получены оценки, как здесь написано. Еще одна оценка. И поточечные оценки решения ведет себя на бесконечности, как полагается, гармоническая функция. убывает заданной степенью само решение и градиент. Еще и константы здесь подсчитаны. Давайте с вами заметим частный случай. Предположим, что наши частицы Ж0 это шары, единичный шар. тогда решение, через которое определяется емкость, это модуль Y в степени 2 минус n, а решение внешней задачи можно искать в таком виде специальном, как функция от X и T, деленная на модуль Y в степени N минус 2. И вот тогда на функцию H фи, если мы подставим задачу, во внешнюю задачу на W с волной, мы получим задачу для обыкновенного нелинейного дифференциального уравнения, задачу Каши, которая в случае там с Хигму, например, линейной функции вообще решается легко и решение выписывается. И вот этот и через решение H фи от XT определяется наш оператор, такой сдвиг функции фи, фи минус H фи. То есть вот этот оператор, а это оператор интегральный оператор с памятью, как такие операторы называют, он опять-таки будет входить в усредненную задачу. Значит, свойства. С свойства оператора H вытекающие из свойств решения внешней задачи. Первое, это монотонность, которая понимается вот так, как здесь написала. Дальше, ограниченность и липшицность. Основная теорема звучит так, если n больше либо равно 3, и аэпсалл на эпсалл степени гамма, и гамма равно n на n минус 2, и дельта тоже, вот дельта тоже равно n на n минус 2, это критический случай, то тогда функция у 0, предельная функция последовательности продолженных нужным образом решений исходной задачи на всю область, является решением вот этой задачи, опять-таки, в которой t входит как параметр. Решение этой задачи единственное, можно показать, в данном случае с нулевыми условиями дирихлена гравится. Вот h это тот самый оператор, о котором я говорила. Осталось чуть-чуть, да? Не совсем. Сейчас, давайте так, значит, поскольку у меня там все-таки были односторонние краевые условия, то, значит, в остове доказательства лежит метод тартара, метод построения специальных тестовых функций. Они быстроосцеллирующие и не периодически. Строятся эти тестовые функции на каждой ячейке в отдельности. Несколько слов я хочу сказать о задаче синяринии. То, что я назвала односторонние условия. Да, ну ладно, может, времени все равно нет. Так, значит, еще одна задача, вот здесь я собиралась рассказать, когда эти частицы расположены вдоль н-содномерного многообразия. Например, таким н-содномерным многообразием может быть часть плоскости, которая попала в нашу область, омега. Тогда этот оператор, нелинейный, нелокальный, монотонный оператор войдет в условия сопряжения, возникающие на этой плоскости. На самом деле этот оператор может возникать везде, в краевых условиях, в условиях сопряжения и в самом уравнении. Так, ну, парочку слов все-таки, если мне разрешить, я скажу про последнюю задачу. Можно? Две минуты, да, а то как-то я, иначе, не соответствую тому, что я сказала. Значит, вот, сейчас, 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 что же это, какой ремарк, а, вот, ну, хотя бы, да, значит, давайте с вами раз, что это такое, сейчас, минутку, они туда вращают, вот, вот задача, о которой я, собственно, собиралась больше говорить, но, она является, как бы, тоже продолжением предыдущей, здесь условие, динамическое, нелинейное условие заменено условием синьоригии, динамическим, тоже. Вот, на границе частиц мы рассматриваем условие, называемое динамическое условие синьоригии. Тогда оператор, здесь тоже при критических значениях параметров возникает оператор, и тоже он выражается через, во-первых, емкость гармоническая, во-вторых, емкость, опять-таки, связанную вот с этими краевыми условиями. Функция аналогичная классической емкости. Вот, то есть, оператор выражается через решение внешней задачи с динамическими условиями синьоригии на границе этой частицы, уже ноль, и, значит, через решение этой задачи, вот выражается типично, просто как емкость выражается аши от феи. Вот этот странный оператор, он обладает тоже свойствами монотонности и липшицевости, ну и доказана основная теорема усреднения. Так, сейчас. Спасибо. 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 Спасибо.